Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Галина Галингерна, как кому удобно я представляюсь. Я сапфировый директор компании «Рифэйм». Я родилась в 1947 году, 18 ноября. Я послевоенный ребенок. Вот сейчас я так вам легко сказала, я сапфировый директор, но не все так просто. Дело в том, что когда меня приглашали в компанию «Рифэйм», я сказала, «Ребят, что вы, что вы, это все не мое. Я творческий человек, я готовлю выставку. Сейчас у меня выставка идет в Академии наук, потом я повезу выставку в Америку, а потом еще у меня вторая будет выставка опять в Академию. Я работаю сейчас над программой Министерства создательства Бурда. И вообще я ученый человек и доцент, и мне нужно большую программу писать. Я отвечаю за науку у себя на факультете. Ну и как бы ваш «Рифэйм», ну что вы, что вы мне и «Рифэйм». А потом, вы знаете, я уже была в «Рифэйме». Я знаю, что все это ерунда. У меня аллергия на эту продукцию. Что вы, что вы, я такой продукцией не пользуюсь. И вообще унизительно для меня и вдруг «Рифэйм». Ребята, я поменяла свое мнение в один раз, когда я начала ходить на занятия. Мне просто, я пришла, я сразу говорю, что я пришла не на возможности. Я пришла просто на интересных людей. Мне всегда были интересны люди, новые, ведущие интересные образы. Я пришла на них. Оказалось, это «Рифэйм». Ну, так это случилось, что я зарегистрировалась, зная совершенно, что это ерунда. Потом меня затянули на занятия. И вот вы знаете, на занятиях у меня вдруг внутри сработало тщеславие. Как это так? Обычные женщины, такие же, как я, с круглой головой, с двумя руками, с двумя ногами. И вдруг «Рифэйм» они достигли таких успехов, а я когда-то ничего не сделала. И я решила, попробуй-ка и я. И когда я своего спонсора спросила, что нужно делать, мне сказали, учись. Это не важно, что ты какая-то там умная, хотя мы знаем, что ты никогда не кичишься этим. Это я сейчас вам так с пафосом рассказываю. А в принципе, я никогда не кичилась тем, какие у меня были статусы. Вот. Но я решила, что я попробую себя. И когда только я начала какие-то телодвижения, у меня появился маленький результат. Я однажды, возвращаясь с ученого совета, а я живу не в Москве, а в пригороде, мне нужно было немножко на электричке проехать, провалилась между электричкой и платформой. Вот так вот получилось. Мне пришлось лежать год. Но я благодарна этому году, как это говорят, не было бы счастья, да не счастье помогло. Может быть, вот это осознание, когда ты лежишь и прочитав великолепного автора, найдите, это Бухтиярова, прочитайте. В котором он говорит, что у каждого человека это жизнь три периода, до трудовой, трудовой, и обязательно у человека будет период, когда он не будет работать. Как ты будешь жить на этот период? Этот период наступает не обязательно. У мужчины в 60-е, женщины в 55-е бывают разные причины, когда человек вдруг не работает. Так вот, пока у нас есть силы, руки-ноги свободные, здоровье, нужно вот в этот активный трудовой период наработать себе так называемый пассивный финансовый поток. Честно говоря, ведь не все мы понимаем даже, что такое пассивный финансовый поток. Оказывается, это элементарно. Ты должен работать в таком направлении, чтобы это работать я кормила на всю оставшуюся жизнь, не меняя свое финансовое положение. И я это увидела в компании «Арифлэйм». И когда я начала глубоко подкопаться, для меня мой статус, который был ой-ой-ой-ой-ой какой, он для меня померк. Почему? Потому что при любом статусе, при любом уровне, где бы ты ни был, если ты не аллергарх и не имеешь своего большого какого-то бизнеса непоколебимого, тебя все равно либо снимут, либо уберут, и ты останешься со своей многовеликой пенсией. Вот сейчас есть подруги, которые плачут, что они не могут прожить на свою пенсию. А я им отвечаю «Извините, а мне во сне жалко». Почему? Ты же знала, что придет пенсия, или ты думала, что ты всегда будешь такая великая? Да, знания, да, твои титулы, два это. Ну и что? Все равно это уходит, приходит молодежь, нужно понимать это. Приходит молодежь, а ты останешься ни с чем. И знания, как вы говорите, да, и как будто бы не старые проходят все. Уйди вовремя, уйди со статусом. Как ушла я, я в шок привела весь университет. Но зато ушла, зато достойно. А сейчас меня просто иногда приглашают как консультанта, на который я даже деньги не беру, потому что сказала «не хочу деньги». Это будет зависимость. Милые мои, и младшие, и старшие, и моего возраста, подумайте, вы попадете в самую великую, самую прекрасную компанию, которая даст абсолютно все. И молодость, и развитие, и мне что нравится, мозги не пресневеют. Кто в моем возрасте говорит об аккаунтах, о том инстаграме, как ты пришел, а как тебе получить вот это, а как зафиксировать, а как это сделать? У меня внуки говорят «бабушка, ты крутая у нас». И, между прочим, что мне очень плестит, у меня дети очень успешные, они всегда со мной советуются, мне рассказывают. Потому что они уважают мое мнение. Почему? Потому что я не просто говорю, что надо быть на уровне современного статуса жизни, а я это делаю. Все. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok